В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакин. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Полицейский застрелил мужчину. Мотивы вы узнаете чуть позже. Сняв деловые костюмы в удобной одежде, руководство области и города показали пример, как нужно работать на субботнике. 35-й бой и снова победа. Поединок Геннадия Головкина с Домиником Уэйдом длился недолго. Уже во втором раунде Трипл-Джи отправил своего соперника в нокаут. Трипл-Джи. Как сообщили в ДВД области, трагедия произошла случайно. Пострадавшие его друзья, находясь в алкогольном опьянении, остановили спецмашину и начали оскорблять сотрудников полиции. Они упрекали их за то, что полицейские ранее решили одного из них водительского удостоверения из-за езды в нетрезвом виде. Не успокоившись на этом, они начали применять насилие в отношении сотрудников полиции. На требования полицейских прекратить хулиганские действия молодые люди не реагировали. Тогда один из сотрудников выстрелил сначала в воздух, а затем в землю. Пуля, выпущенная в землю, рикошетом попала в одного из мужчин. Прибывшими дополнительными силами УВД подозреваемые задержаны и водворены в отдел полиции. Раненый был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту материал зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования по статье 308, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Применение насилия в отношении представителя власти. Сотрудниками прокуратуры проверяется обоснованность применения оружия. Вместе с тем, Управлением собственной безопасности ДВД Карагандинской области проводится служебное расследование. Продолжаем выпуск. Минувшие выходные чиновники и журналисты облагородили территорию Парка Победы. Двухмесячник по очистке Карагандинской области начался на ура. О преображении места отдыха расскажет наш корреспондент. К приходу Акимов журналисты уже успели собрать несколько мешков с мусором. Чем и похвастались перед главой региона. Чиновники не стали тратить время на разговоры и принялись за работу. Мусора после зимы очень много. И он располагается абсолютно, так скажем, в непредсказуемых местах. Поэтому хотел бы призвать наше население, особенно когда во время летнего отдыха, надо убирать за собой. Надо не допускать, чтобы сорили окружающие. Тогда у нас будет, конечно, приятнее атмосфера и среда, в которой мы вместе проживаем. Вот это хотелось бы тоже донести до наших горожан, земляков, карагандинцев. Акимы посадили несколько деревьев и не давали просто так стоять работникам СМИ, постоянно предлагая им физически поработать. За один день на территории парка Победы было высажено около 60 саженцев деревьев, лиственных и хвойных пород. Я надеюсь, что максимум сейчас подобрав, мы к 1 мая уже обеспечим город. Хотя будут продолжаться субботники, то есть в следующую неделю это районные субботники, впоследствии еще где-то 4 субботника будут районные, городские и областные. Два районных. Поэтому я думаю, что к 1 мая праздника мы уже город приведем более-менее в надлежащий вид. По Карагандинской области в уборке было задействовано более 170 тысяч человек, свыше 7 тысяч предприятий, организаций и учебных заведений. Привлечено более 500 единиц специализированной техники. В целом по области высажено более 2000 зеленых насаждений. В Караганде порядка 700 деревьев. Работы по озеленению продолжаются. Впереди еще не один субботник. К майским праздникам город преобразится. Лариса Хусынова, Жаксулык-Нуртай, Александр Сирикидзе, 1-й Карагандинский. Привести город в порядок решили и сотрудники областной прокуратуры. Оставив все свои основные дела, прокуроры высадили деревья и облагородили местность за пределами своей рабочей территории. В минувшую субботу горожане вышли на улицу, чтобы сделать красивее свой родной город. По улице строителей работали сотрудники областной прокуратуры. Всем коллективом они преобразили прилегающую территорию до неузнаваемости. Мы уже внутреннюю территорию убрались давно, поэтому это территория гордая. Но тем не менее, я говорю, мы все-таки приносим свой вклад в озеленение, для того, чтобы город наш был чище, красивее. Видите, люди проходят, благодарят нас. Ну, как нам приятно это слышать. От техничек до областных начальников. Все без исключения были заняты работой. Кто-то носил землю, кто-то убирал мусор, остальные дружно высаживали хвойные деревья. У всех настрой просто чудесный, такой боевой. Все хотят сегодня поработать. Территория у нас, как вы видите, большая. Хотим, чтобы она была красивой. Для коллектива это как бы полезно. Не только в рабочее время собираться, друг друга видеть, а и таким трудовым коллективом вместе на свежем воздухе поработать. Я думаю, это очень полезно. В эти выходные и погода не подвела. У всех было хорошее весеннее настроение. Несмотря на то, что день был выходной, люди работали на благо города. Лариса Хусвинова, Жекстылык-Нуртай, Александр Сирикидзе, Первый Карагандинский. В Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков встретился с инвесторами по линии государственно-частного партнерства. В ходе встречи был обсужден вопрос реализации инвестиционных проектов в сфере здравоохранения. Подробности в сюжете. В ходе совещания стало известно, что в регионе разработан проект по привлечению частных инвестиций в целях расширения спектра и объемов медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Механизм его реализации заключается в предоставлении частным инвесторам необходимых условий для оказания медицинских услуг с использованием современного оборудования. Так, на сегодняшний день уже реализовано три инвестиционных проекта на 228 миллионов тенге по открытию кабинетов УЗИ экспертного класса в роддомах городов Караганда, Балхаш и Жасказган. В течение 2016 года мы планируем реализовать 10 проектов частных инвесторов на общую сумму 2 миллиарда 258 миллионов тенге. В 2017 году будет решена реализация двух проектов в рамках государства частного партнерства. Сумма привлекаемых инвестиций составит 1 миллиард 631 миллион тенге. Также было озвучено, что планируется открыть три кабинета магнитно-резонансной томографии в Жасказгане и два кабинета компьютерной рентгеновской томографии в Караганде. Будут построены офтальмологические центры в Жасказгане и Балхаше, областной аллергический центр, реабилитационный центр на базе детской больницы города Караганды, центр семейного здоровья в Октябрьском районе и поликлиника в районе Юго-Востока. На совещании было принято решение о возведении центра гемодиализа в Шахтинске. Я думаю, мы сегодня обсудили очень хороший проект. Отрадно то, что я думаю, что это только начало. Дальше будем двигаться еще интенсивнее. У нас вот все проекты, которые посмотрел, вот Шахтинский город Караганда, у нас, как я говорил, еще большой объем возможности оказания услуг в том же Жасказгане, в Садпаеве, в Балхаше. Это все потенциал. Всего за два года будет привлечено частных инвестиций в размере 4 миллиарда 117 миллионов тенге. В завершении встреч Нармухамбет Абдибеков призвал присутствующих в зале представителей частных компаний инвестировать проекты в сферу здравоохранения на территории нашей области. Екатерина Афанасьева, Лжас Габасов, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal. Galvin Hercules. Galvin. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Galvin. Порадовали и в то же время позволили взгрустнуть карагандинским зрителям актеры Казахского академического драматического театра имени Жумата Шанина из Шымкента. Почему зрители не хотели улыбаться, расскажет Екатерина Афанасьева. На сцене Карагандинского областного казахского драматического театра имени Сакена Сейфулина была поставлена удивительная история. Совершенно не смешная, но та, что в итоге дарит радость и даже больше – свободу каждому казахстанцу. Актеры Шымкентского театра воссоздали картину событий 1986 года, когда радикально настроенные студенты вышли отстаивать свободу своего государства на главную площадь Алматы. Они пожертвовали своими жизнями. Постановка носит название «Тозак Щенберша». Эта постановка посвящена 25-летию независимости нашего государства. Мы уже играли ее в Южно-Казахстанской области, где публика оценила нас на отлично. Вот и решили поделиться спектаклем здесь, в Караганде. И, как оказалось, не зря. Карагандицы подарили нам в ответ бурные аплодисменты. Олжас Мусабеков – актер Казахского академического драматического театра имени Жумата Шанина. Он уже много лет играет в театре, но главную роль получил впервые. Перед казахстанцами он предстал как некий Кайрат – борец за независимость. Мы готовились целый месяц к этой постановке. Для меня это очень важно. И я рад, что карагандинский зритель воспринял все с огромной благодарностью. Постановка прошла хорошо. Все остались довольны. Помнить тех, кто отдал свои жизни ради свободы и независимости – наша главная задача. Мы, казахстанцы, единый и сильный народ, должны знать историю нашего государства. Екатерина Афанасьева, Жаксылык-Нуртай, Александр Церикидзе. Первый карагандинский. Идеалы и ценности ислама. Тема научно-практической конференции, прошедшей в городе Жизказгане. Мероприятие состоялось при поддержке Акимата и прокуратуры Карагандинской области по заказу управления по делам религии в целях улучшения религиозной ситуации, разъяснения ценности традиционного ислама. В данной конференции приняли участие заместитель Акима области Жандос Абишев, заместитель прокурора Карагандинской области Аспинбей Жаралгасович, Наиб Муфти Духовного управления мусульман Казахстана, Утпинов Наурсбайхаже, руководитель аппарата Университета исламской культуры Нурмобарак Духовного управления мусульман Казахстана Булатпек Абуов, известные в нашей стране квалифицированные специалисты-теологи, государственные служащие, директора центров по проблемам религии, руководители отдела внутренней политики, секретарей АТК, имамы городов и районов, профессорско-преподавательский состав вузов, члены информационно-разъяснительных групп, директора общественных фондов и студенческая молодежь. На сегодняшний день становятся всеобщие задачи организации мероприятия по предупреждению религиозного экстремизма и терроризма, укрепления межконфессионального согласия и дружбы, разъяснения общечеловеческих духовных ценностей. По итогам работы конференции приняты рекомендации. Религиозная ситуация, можно сказать, уже стабильна, можно считать, но, тем не менее, есть некоторые волнения по поводу, в частности, некоторые группировки радикализированные, значит, покидают нашу страну, уезжают в зарубежные страны. Новости спорта. Миллионы казахстанцев минувшее воскресенье проснулись пораньше, чтобы насладиться боем Геннадия Головкина и Доминика Уэйда. Наш боксер не стал оттягивать радость победы и уже во втором раунде завершил встречу досрочно. В этом бою Геннадий Головкин дважды отправлял Доминика Уэйда в нокдаун. Во втором раунде американец уже не смог больше боксировать. Ранее Уэйд провел 18 встреч на ринге без проигрыша. Для Гены эта победа стала 35-й, а досрочное завершение боя – 22-м. За ходом поединка между Геннадием Головкиным и американцем Домиником Уэйдом наблюдали болельщики всего Казахстана, в том числе в родном городе Джи-Джи-Джи, Караганде. Бой между Трипл-Джи и Уэйдом транслировался в прямом эфире на большом экране перед Дворцом культуры горняков. Болельщики стали собираться у ДК горняков уже в 7 утра. Было холодно, но на это никто не обращал внимания, ведь поединок обещал быть жарким. Среди зрителей молодежи было больше всего, однако поболеть за Головкина пришло немало пенсионеров и детей. Кроме того, из Астаны в Лос-Анджелес отправилась целая делегация. Среди болельщиков были мажористмен Мухтар Теникеев и режиссер Тимур Бекмамбетов. Одна из астанинских строительных фирм наградила 6 своих лучших работников поездкой за счет организации. Сразу после победы над Уэйдом Геннадий Головкин обратился с вызовом к мексиканцу Саулю Альваресу. Бесспорно, на данный момент Геннадий Головкин звезда казахстанского бокса, достойно представляющая свою страну на мировой арене. Отправляя одного за другим своих соперников в нокауты и заканчивая поединки досрочно, он стал гордостью нашей страны. Хотя эксперты отмечают, что действительно именитых соперников на своем пути казахстанский боксер не встречал. Это самое же отметил и сам Головкин. Асель Сазамбаева Александр Цирикидзе – первый карагандинский. В Караганде завершился отборочный этап на республиканский турнир «Казахстан-Барсы». Более 170 спортсменов боролись за возможность представить Карагандинскую область по национальной борьбе Казах-Крюса. В соревновании приняли участие призеры «Казахстан-Барсы» прошлых лет, чемпионы Азии, мира и просто профессиональные борцы нашей области. Судьям было тяжело оценивать спортсменов, ведь каждый из них показал высокое мастерство. В соревнованиях, которые проходили в спорткомплексе «Жастар», приняли участие более 170 борцов. Они представляли все районы и города области. По итогам состязаний первое место занял Асыл Барменов, победив в абсолютной категории. В 2014 году я проиграл золото на «Казахстан-Барсы». Я признаю свою вину. Те ошибки послужили мне уроком. Надеюсь, что в этом году я оправдаю надежды своего тренера, родителей и народа. Асыл Барменов представляет Жанаркинский район. В 2012 году он уже участвовал в областных соревнованиях. В 2014 году выиграл кубок Сарыарка-Барсы. В этом же году в турнире «Казахстан-Барсы» завоевал серебро. Асыл Барменов уверен в своих силах и настроен на победу в республиканских соревнованиях. Лариса Хусейнова, Жекслык-Нуртай, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Футбольный клуб «Шахтер» одержал первую в этом сезоне победу. Уральский Ахжаих в домашнем матче седьмого тура казахстанской премьер-лиги уступил карагандинской команде со счетом 0-1. Исход матча решил единственный гол, который был забит на 17-й минуте. Его автором стал капитан «Шахтера» Андрей Финонченко. Игра началась многообещающей. Обе команды были готовы на все, чтобы не упустить победу. В начале первого матча были разыграны несколько партий, при которых горняки могли забить мяч в вороту уральским игрокам. Но последняя мертвая хватка держали оборону. На 17-й минуте игры мяч с подачей Максата Байжанова оказался у Андрея Финонченко. И тот не упустил такого шанса и забил единственный гол. После этого обе команды тщательно пытались увеличить очки. Щекотливые моменты заставляли игроков не расслабляться. Во второй половине игры команда «Акжаик» приступила к активным наступлениям. Но игроки «Шахтера» умело отражали все нападения. Таким образом «Шахтер» одержал первую победу в сезоне и теперь имеет в своем активе 5 очков. А «Акжаик» потерпел пятое поражение, имея 5 баллов на счету. Следующая игра клуба «Шахтер» намечена на 1 мая в домашнем матче с командой «Атрау». А сердце Замбаева им Амрина Александра Цирикидзе, первый карагандинский. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саунистер. Редактор субтитров А.Семкин